В эпоху пандемии медицинский персонал – основная группа риска. Чтобы не допустить распространения коронавируса среди людей в белых халатах, руководством Центра профпатологии было принято решение организовать выездную вакцинацию для сотрудников. Учреждение – это уже повторное вакцинирование, но желающих по-прежнему достаточно. Для всех наших сотрудников защита, вакцинация – это защита себя, это защита наших пациентов, потому что мы контактируем с ними каждый день. Это защита наших близких, родственников. У меня маме 82 года. И, конечно же, мы понимаем о том, что это очень важно, это нужно. На этот раз сделать прививку прямо на рабочем месте смогли 30 человек. Проблем с нехваткой препарата не возникло. Спутник ВИИ или гамма-эпивак-корона работники смогли самостоятельно выбрать препарат. Теперь больше половины коллектива имеет иммунитет коронавирусу. Сейчас процесс вакцинирования имеет уже привычную схему. Занимает он всего 5-10 минут. Как вас сейчас на данный момент? Сейчас самочувствие у меня хорошее, никаких жалоб у меня абсолютно нет. Айселу Дербенева осенью прошлого года переболела ковидом, но уже к лету антитела в ее организме закончились. И девушка, не раздумывая, решила привиться. Первый компонент вакцины перенесла не без симптомов. Ломила тело и поднялась температура. Но уже на вторые сутки самочувствие улучшилось. Я так думаю, что все равно, когда-никогда придется ее сделать. Вот так вот решила. Спонтанно, можно сказать. Сразу же после прививки пациенты в течение получаса находятся под наблюдением медиков и врачей. Специалисты следят за самочувствием вакцинируемых и в случае необходимости готовы оказать помощь. Но жалоб на ухудшение состояния нет. На данный момент первым компонентом привито более 190 тысяч человек. Полностью завершили два этапа 130 тысяч человек.